А перед началом этого видео я хотела бы показать вам одно очень классное приложение, которое называется NoxLucky. NoxLucky это интересное и крутое приложение, с помощью которого вы сможете сами персонализировать свой телефон или планшет. И сейчас я расскажу вам о некоторых его функциях. Во-первых, здесь вы сможете найти более 20 категорий от 600 тысяч красивых обоев. Все они высокого качества, и я уверена, что каждый найдет обои по своему вкусу. Во-вторых, вы сможете установить классные живые обои. Согласитесь, те живые обои, которые нам дают на выбор в настройках устройства, не всегда бывают интересными. Ну и в-третьих, самая классная функция этого приложения, это то, что вы сможете установить себе живые обои из TikTok или Instagram. Скачивайте NoxLucky по ссылке в описании и радуйте себя новыми обоями хоть каждый день. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Настя Плей, с вами Кабыча Настенка Е, и сегодня я буду участвовать в конкурсе красоты. Я не очень часто снимаю конкурсы красоты, но если участвую в них и снимаю, то делаю это с аккаунта Димасика или Дины. Я подумала, почему бы не сделать это с аккаунта Настенки. Я не хочу как-то затягивать сейчас начало, потому что, в принципе, я уже долго пытаюсь его снять, и девочка, которая проводит конкурс, наверное, уже заждалась меня, но все же я вставлю пару своих копеек. Ведущая конкурса моя подписчица, поэтому я надеюсь, что никто никого не будет подсуживать. Призом будут любые крылья. Что насчет участников, то участники тоже мои подписчики, те, которые успеют за мной прийти. Если так получится, что выиграю я, то свою победу я отдам какому-нибудь другому участнику, потому что у меня есть все крылья, зачем мне это? Итак, вот я уже пришла к этой девочке, вот она ведущая. Честно говоря, я называю ее девочкой просто потому, что я даже не спросила, как ее зовут. Вот уже идут мои подписчики. Сахарная вата, мне кажется, я ее где-то уже видела раньше. Наркотик, Маша, Яновик, ВИП, Аполлинария 12.12. Короче, сейчас устроим конкурс, ура, наконец-то я снимаю новый конкурс красоты. Вы не представляете, как я их обожаю, просто не представляете. Так, я уже села, чат у меня просто летит, потому что я перезаходила в игру, во вкладку, я проверяла, записывается ли у меня вообще видео. Девочки тоже расселись, может быть, тут не только девочки, в принципе, я сейчас посмотрю. Ведущая написала, что тут конкурс красоты, вот все садятся, вот это вообще просто супер класс, я считаю, села просто красавица. Я не буду писать то, что я снимаю, я думаю, те, кто об этом подумал, поняли, что это правда, потому что просто так Настя в конкурсах красоты не участвует. Нет-нет-нет. Итак, ведущая спрашивает, все ли готовы, тут все готовы, в принципе. Итак, ведущая спросила, все ли готовы, написала то, что приз у нас крылья, то, что мы только начинаем, и я вот уже никак... А, все, первый тур, первый тур ребенок, зашибись, началось в деревне утро, какой ребенок, и что делать? Хорошо, давайте снимем, во-первых, крылья, потому что, ну, я не знаю, как это комментировать. Давайте попробуем сейчас найти какой-нибудь бантик, я думаю, тоже такой 100% есть, в каком-нибудь отделе с головными уборами, только мне бы еще найти. Именно бантик я хочу... О, вот-вот-вот, точно, я же говорила то, что есть. Давайте уберем макияж, потому что мы ребенок, и сделаем светлые розовенькие губки. Конечно, они у меня все равно большие, как у Баби Охи-Страссы, ну да ладненько. Надо еще убрать рисунок с лица, и теперь можно уже переодевать персонажа, выбирать ему волосы. Давайте начнем с волос. Сюда нужны, я думаю, какие-нибудь распущенные. Только вот сейчас выбирать я буду, конечно, вечность, да. И нужны не крашеные, потому что крашеные не могут быть у ребенка, по крайней мере, мало кто красит своим детям волосы. Я думаю, что вот эти сюда, в принципе, подойдут, такие кудрявые, как у меня, кстати. Давайте уберем аксессуары. Я, конечно, если честно, неудобно сейчас прям легла. Так, я думаю, можно взять какую-нибудь сумку или рюкзак, например, вот этот. Хотя, в принципе, ничего не видно, что я тут выпендриваюсь, сумка, рюкзак, господи. Как бы вот мне сейчас еще снять все аксессуары, я просто никак не могу понять. А, в ювелирных украшениях это должно быть, да. Еще перчатки у меня на руках, их тоже надо снять. Колготки, колготки. А, там, наверное, все переоделись, кроме меня, я просто не могу. Давайте выберем какие-нибудь носки. Какие-нибудь, какие-нибудь, вот цветастые с единорогами. Они, конечно, сюда не подходят. Я не могу что делать. Хорошо, давайте оставим вот эти. Что это? Я не знаю, что это. Просто вот эти. Поменяем обувь. Обувь у меня будут тапочки. Давайте только найдем какие-нибудь розовенькие. Если такие есть, конечно, я думаю, то, что должны. Вот, со свинками, в принципе, неплохие. И, наконец, платье. Я выберу специально платье, потому что нет времени уже что-то там подбирать из костюмов. Думаю, вот такое сюда подойдет. Конечно, теперь сюда не подходят... Что это? Носки? Гольфы? Гольфы? Точно это называется гольфы. Давайте тогда обычные белые выберем. И возьмем в руку, знаете что? Реквизиты. Тут должен быть мишка. Конечно, не этот полудохлый. Какой-то нормальный должен быть мишка. Он 100% у меня есть. По крайней мере, должен. Вот этот мишка. Все, я готова. Спустя полвека. Зашибись. Что тут в чате? Так, я буду вызвать. Просто плюс напишите. Потом по одному буду звать. Сколько готовы? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Понятно, все кроме меня были готовы. Ну, как я говорила, полвека одеваюсь, конечно же. Ой, сижу, конечно, с мишкой. Давайте еще анимацию поменяем. Пока я за кадром выбирала анимацию, тут всех уже вовсю вызывают, конечно же. Вот сахарная вата. Давайте я вам быстренько-быстренько покажу, кто как одет. Вот, девочка. Я, конечно, по никам не знаю, но вот, просто смотрите, как они одеты. Для себя оценивайте. Вот эта девочка очень классно одета, но, по-моему, до этого она была по-другому одета. Просто я же не сразу начала записывать. Я, конечно, видела, что она в платье была. Вот уже меня вызывают, кстати. Давайте-ка идем. Интересно очень, что мне поставят, потому что, ну, сама себя оценивать не буду, но, мне кажется, с задачей я справилась. Давайте выберем какую-нибудь позу. Конечно, у меня тут вообще ничего нормального в сохраненном нет. Так что я даже не знаю. Давайте просто вот эту выберем, там, я не знаю, вот эту. Аполлинария, а я. Похоже, ведущая пропустила одну девочку. Личку мне ведущая написала, 10 баллов. Хорошо, садимся. Все нормально. Хорошо, что она в личку пишет. Просто в основном чате все постоянно теряется. Вызвала ведущая Аполлинарию, оценила, она уже села. Вот Аполлинария, вы, в принципе, ее можете видеть. Теперь ждем второй тур. Вообще, кстати, интересно, сколько будет туров. Вот это нам никто не написал. Второй тур богач. Хорошо, допустим, я знаю, что я точно надену. Я точно надену золотые крылья, которые, крылья золотого орла. Ну, короче, я думаю, вы поняли. Что дальше? Я понятия не имею. Надо одеваться в золото. Раз золото, значит богато. Такие правила в Авакине. Сейчас попробую найти еще какую-нибудь корону золотую. Конечно, навряд ли есть золотые короны. Они вроде бы только серебряные в Авакине. Но, как я и говорила, да. Все равно оставим. Там эти козявки какие-то золотые были, господи. Сделаем просто прическу какую-нибудь, чтобы их было видно. Вот. Мне кажется, нормально. И прическа, кстати, очень клевая. Что-то я раньше ее не замечала вообще. Давайте выберем образ. Макияж, макияж, макияж. Что-нибудь тоже такое, знаете. Золотое надо. Не оранжевое, как я сейчас выбрала, а золотое. Вот, в принципе, можно вот это. Я помню этот макияж. По-моему, с ним ходила когда-то. Тоже с золотыми крыльями. Так что нормально все. Поменяем цвет у губ. Сделаем их вот такими. И теперь будем выбирать платье. Только сначала уберем еще из рук все. По крайней мере, вот это. И, наверное, ничего я не буду, в принципе, брать. Выбираем платье. Мне кажется, убирать стапки не обязательно, потому что все равно их никто не увидит. Платье нам тоже нужно золотое, богатое. Блин, а знаете, давайте вот это возьмем. Только тогда нам придется все-таки обувь сейчас менять. Каблуки. Каблуки. Я не знаю, может быть, вот это. Как оно будет смотреться? А, там была обувь с платьем. Господи, какая я дура. Уберем, значит, колготки и сейчас вернем это платье. Если я его найду, конечно, теперь. Ну вот, есть другое тоже золотое. Ну, знаете, неплохо, неплохо. Давайте вот это вот, вот, все. Какая мы по счету? Какая мы по счету? Какая я по счету? Я пятая сейчас буду. Давайте отправляем плюс в чат. Первая пленарис, потом сахарная вата, Мария и Бани. Так, ну, в общем-то, я вернусь к вам, когда все отправят плюсы. Да что ж я вечно встаю? Сейчас вызвали меня. Я случайно, знаете, я просто засмотрелась на девочек. И как-то совсем забыла включить запись. Еле-еле вообще успела. Давайте выберем какую-нибудь позу, чтобы стояла красиво у нас персонаж. Вот так, допустим. Это, в принципе, моя самая любимая поза. Я не знаю, почему просто вот так вот вышло. То, что я постоянно эту позу везде юзаю. Вы, наверное, даже можете заметить, что она у меня всегда на превью к разным видео. Вообще много каким видео у меня именно эта поза. Так, она мне уже написала. Снова десятка. Я думаю, здесь крылья вывезли. Потому что крылья самые дорогие. Так. Сейчас кто следующий после меня идет. Я, знаете, я как-то постараюсь, чтобы все сидели. А, в принципе, вот, пока она никого не вызывает. Давайте я вам покажу. Вот как девочки оделись. Мне очень все нравятся. Все очень красивые. Особенно мне нравится, как оделась Мария. Вот я запомнила ее именно ник. Потому что она мне написала в личку. И как вот эта девочка снова мне нравится оделась. У нас сейчас прям посреди конкурса произошло ЧП. Вылетела, короче, девочка Маша, которая как раз вот тут сидела. Я вам говорила то, что мне нравится, как она оделась. Ведущая пыталась ее как-то вернуть. По крайней мере, хотела. Но пишет, что, видимо, не выйдет печалькой. Знаете, я прям согласна с ней. Такая печалька. Потому что как кто-то ушел, сразу же пришла вот девочка. Оригинал. И, ну, ее, в принципе, не выгнать. Я думаю, нет смысла никого выгонять. Спасибо, дневник Ру. Тоже новое объявление. Я прям обосраться как не смогу. Не узнаю, что у нас новый конкурс в школе. В общем, я не знаю, что сейчас будем делать. Вернусь. Продолжу запись. Когда будет следующий тур. Я надеюсь, что Машу вернем. Итак, Машу вернуть мы не смогли. Плюс ко всему у нас ушла еще одна девочка. Сахарная вата. Она уже ушла просто потому, что ей пора уходить. Судя по всему, живет она в другом часовом поясе. И у нее уже слишком поздно. Ей пора спать. Третий тур. Радуга. Цвета. Влс. Мне пока что... Да, мне пока что никакой цвет не написали вроде бы. Но мне, в принципе, все равно, какое мне скажут. Потому что я в любой смогу одеться. Так как у меня одежды много. Я думаю, это все знают. 5424. Это достаточно такое количество. Красный мне вот написали. Хорошо. Давайте переодеваться. Задачу мне поставили красный цвет. Сначала давайте сразу выберем какие-нибудь красные крылья. Вот такие, например. Красные, в принципе, все по правилам. Стоп, это что? Новые крылья какие-то. Крылья телец. Ух ты! Крылья по знаком зодиаков, походу, будут добавлять. Ну, ладненько. Видимо, только сегодня добавили. Выбрала крылья. Давайте теперь ювелирные украшения. Я, конечно, вообще не уверена, что что-то красное есть. Хотя... Ну, да, замечательно. Конечно, есть такое, знаете, серебро. Поэтому давайте выберем вот это. Говорю замечательно, но есть это. Поэтому это вообще. Я просто самая умная сижу тут такая. Перчатки никаких у меня нет. Реквизиты давайте выберем. Что-нибудь красное в руку. Кажется, в этом торе даже вообще все равно, во что ты одет. Просто главное, чтобы было больше вещей нужного цвета. Давайте букет возьмем. И головной убор. Главной убор. Я даже не знаю, что тут есть красного. Наверное, рожки какие-нибудь. Вот все. Давайте выберем теперь какое-нибудь платье. Чаще всего одеваюсь в платье, потому что это проще. По крайней мере, на конкурсах. Не нужно копаться потом в штанах и так далее. Я вообще прям жулик-жулик, да. Наверное, вот это можно. Оно, в принципе, красное. Или вот это давайте. Нет, здесь как-то это странно. Выпирает. Еще плюс крылья. Короче, не очень смотрится. Давайте другое искать. Все, вот, да. Давайте вот так оставим. Мне очень нравится. И давайте поищем какую-нибудь прическу, чтобы волосы были тоже такие какие-то огненные, рыжие там. Ну, вы поняли, да? Итак, давайте оставим, наверное, вот это. И последнее, что осталось, это сделать там себе губы красными. И какой-нибудь макияж. Я, в принципе, не знаю, какой красный, кроме новогоднего. Я думаю, никто, в принципе, то всматриваться не будет, то, что он новогодний. Поэтому сохраняем и пишем плюс. Вот сейчас, наверное, я последняя-последняя прям. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ну, нас только и должно быть, по-моему, да. Знаете, сейчас нас будут вызывать. Продолжу снимать, когда будут вызывать меня. Давайте я пока что покажу, как одеты девочки. Вот, как одета одна девочка. У нее, наверное, зеленый, раз у нее волосы зеленые. Вот вторая девочка. Я думаю, у нее фиолетовый или синий. Третья девочка. У нее, ну, прям сто процентов белый. И последняя у нее, наверное, золотой. Ну, либо же желтый. Так, уже вызвали девочку с ником наркотик. Вон она там. Там, значит, следующая пойду я. У нее, у нее был зеленый, потому что она вот тут сидела. Я помню, что около меня сидела девочка с зеленым цветом. Вот, написали Насте в чат. Выходим. Я даже в позу не буду вставать, потому что, ну, что, смотрите, красиво вообще. У меня платье такое, пока Аврура стеклось. Кроваво-красное. Сколько ты мне поставишь? Давай, дорогуша. Я даже чат закрою, чтобы над тобой это вылезло. Сколько? Сколько? Девятка. Понятно. Но, судя по всему, она мне и вычла за букет. Хорошо, садимся. Надо, кстати, спросить, сколько будет туров. Чего сесть-то не могу. А, все, села. Надо спросить, сколько будет туров. Потому что сейчас был третий. И мне просто интересно, сколько я еще буду снимать. Хватит ли у меня памяти на этот конкурс красоты. Я спросила, сколько будет туров. Ведущая ответила, что их будет шесть. И сразу же сказала, четвертый тур. Четвертый тур у нас будущее. Это, конечно, очень интересный тур. Я, наверное, в роботы сейчас оденусь. Давайте сразу возьмем анимацию робота. Вот она. Сохранить. И первое, что я сделаю, это в головных уборах. Надо сейчас найти коробку робота. Я, конечно, надеюсь, что их не убрали из игры. А то я давно не видела персонажей в этих коробках. Или она не в головном уборе, шапках и шляпах. Ой, я вообще не помню. Но я надеюсь, что я сейчас ее найду. Потому что, если я ее не найду, то вся моя идея проваливается. А я хочу в робота одеться. Больше у меня идей нет. Господи, вы не поверите, я нашла эту коробку. Я уже реально, я думала, что все, я ее не найду. Давайте выберем... Нет, не будем выбирать никакие крылья. У меня ничего не грузит. Почему у меня до сих пор персонаж не поменялся? А, все. Да, конечно, что-то у меня неладное сегодня. Давайте вот выберем такую перчатку на руку. И надо, знаете, не платье, а костюм. Какой-нибудь комбинезон, я думаю. Какой-нибудь такой металлический. Конечно, выгляжу вообще фуфлово, считаю. Мне бы, знаете, серебряный какой-нибудь. А не такой вот, что сейчас на мне белый какой-то. Я надеюсь, что найду нужного мне цвета. Что я нашла? Смотрите, костюм Звездный Стрелок. Может мне так одеться? Мне кажется, неплохо, знаете. В принципе, коробка сюда даже каким-то боком подходит, я считаю. Давайте так оставим. Правда, у меня перчатка пропадает. Но знаете, перчатка, вот вообще все равно на эту перчатку. Вы только посмотрите, какой костюм я нашла. Нажимаю сохранить образ. Какая я сейчас буду по счету? Так. Я буду четвертой, а пленарий у нас куда-то делаешь. Что вообще за конкурс? Почему все уходят? Вы посмотрите, сколько нас осталось. Нас осталось четверо. Четверо нас осталось. Из скольки? Сколько нас было? На локации умещается 8 человек после обновления. И нас осталось четверо. А значит, нас было 7. Так. Сейчас вызывают меня. Вот я прям как раз успела начать запись, пока мою имя не написали. Выхожу я робот. Я надеюсь, что мою идею оценить. Потому что вот девочка ее Саша зовут. Наконец-то я узнала ее ник. Она прям вообще офигенно одевается. Мне очень нравится. Если я все-таки выиграю, то я думаю, что победу свою я отдам именно Саше. Сколько мне поставили? Десятку. Спасибо. Садимся. Осталось два тура. Я хочу сесть рядом с Сашей, потому что мне очень нравится, как она одевается. Пятый тур зверей. Я пропустила тур. Я сейчас не успею ничего сделать. Господи. Я прям чудо в перьях. Какой тур? Я забыла тур. А, с Вери, точно. Давайте оденемся в Зайца, короче. Ну и все как бы. Все, мы одеваемся в Зайца. А есть белая башка Зайца. Да, есть. Все, я буду белым Зайчиком. Поменяем костюм, платье. Я не знаю. Да хоть трусы надевай. Это же Зайц, господи. Давайте поищем какой-нибудь комбинезон снова. Опять 25. Возвращаемся в те же места. Вообще, я не знаю, не представляю, что, как, что выбрать. Ну, блин, Зайц. Нормально я выбрала, конечно. Наверное, все-таки надо в кошку одеваться какую-нибудь было. Потому что сейчас я не представляю, что надеть. Давайте все-таки выберем что-то из верха и низа, а не из костюмов. Наверное, вот такой топик. И поменяем нижнее белье сейчас, чтобы ничего не торчало. И сейчас какие-нибудь шорты или юбку. Я не помню. Может быть, есть в игре что-нибудь такое, где хвост торчит. Зайчий там, допустим. Но даже если есть, в принципе, мне кажется, у меня этого нет. Потому что я не помню, чтобы я покупала или чтобы мне дарили. Капец, я, конечно, попала. Выбрала себе Зайца на голову свою дурную. Давайте оставим вот эти штаны, наверное. Просто потому что они белые. Давайте еще выберем перчатки и анимацию. Все равно никто не видит то, что я еще как-то переодеваюсь. По крайней мере, ведущие не видят. Поэтому можно менять. Все, что захочешь, пока еще меня не вызвали. Да и пока я, в принципе, плюс не отправила. Найти бы сейчас еще анимацию Зайца. Я не помню, как она по картинке-то выглядит даже. Еще новая анимация какая-то. Капец, сколько всего я пропускаю в игре. Анимации Зайца нет. Подождите, я вспомнила. Это же поза. Капец, я дура. Ладно, давайте вот это оживление выберем. И отправим уже плюс. Я снова в последнее самое. Да капец. Так, давайте пока что, пока вызывать не начали. Посмотрим, кто во что одет. Вот девочка оделась, наверное, в Зайца тоже. Потому что, ну, ушки там есть. Она оделась, вот эта девочка, в единорога. Хотя это махическое животное. Наркотик оделась в курицу. Знаете, справедливо. Итак, последний тур у нас фея. Сразу же сейчас выберу анимацию феи. И, наверное, самое сложное это сейчас определиться, какой я вообще буду феей. Потому что, ну, крыльев у меня много. Но для феи, наверное, подходят вот эти. И вот эти. Может быть, вот эти, в принципе, это и есть крылья феи. Вот эти крылышки. И вот эти. Ну да, больше я здесь, в принципе-то, не вижу. Либо просто не помню каких-то на фей похожих. Ну, разве что вот эти, вот эти. Не вижу, не помню. Конечно, что от Настя. Наверное, все-таки я возьму те первые. Вот эти. Я ни разу еще с ними образ никакой не составляла. Давайте сразу же уберем зайца с головы. Вот какое-нибудь такое украшение розовенькое, наверное, надо выбрать. Что там, я не знаю. Ну, уж точно не этот бант. Перья тут всякие. Блин, вообще ничего не помню. Наверное, какие-то такие цветочки или... О, давайте эту корону оставим. Только прическу поменяем. И что еще? Надо убрать перчатки, во-первых. Потом ювелирные украшения. Давайте какой-нибудь кулон или типа того выберем. Только не серебряное, чтобы он золотой там был. Хотя бы чуть-чуть. Прям немножечко. Ну, как-то, чтобы с короной хотя бы сочетался. Блин, я не знаю. Ну, ладно. Давайте это оставим. И что дальше-то? Дальше. Сандали хочу выбрать. Вот, в принципе, подходит, знаете ли. Как раз для феи. Прям, знаете, угадала. И для феи, скорее всего, какое-нибудь платье. Знаете, как для вечеринки. Какое-нибудь точно не такое. Что-нибудь розовенькое. Что-нибудь пышное. Чтобы прям у нас цветочная такая фея была. Ну, или не знаю. Какие еще феи могут быть розовыми. Мне вот сейчас главное, знаете, найти хотя бы розовое. Потому что, ну, вот это платье, в принципе, подходит для феи. Но оно ж не розовое. Все розовые платья, они, знаете, такие облегающие какие-то. Вообще ни одного пышного. Либо я слепошарый, либо у меня этих платьев нет. Либо их таких действительно нет в игре. Можно, наверное, что-нибудь вот из этой коллекции. Сейчас я вспомнила одно платье. Мне бы его еще найти. Потому что вот они с одной коллекции, а все равно в разнобой как-то. Вот, вот оно, вот. Просто посмотрите. Просто идеально, я считаю. Так, давайте теперь поменяем губы. Сделаем светлые розовенькие губки. И что еще? Макияж. Макияж какой выбрать? Мне кажется, такой сюда подойдет. Либо такой. Ну да, давайте такой оставим. И, наконец, прическа. До прически дошли. Я думаю, какие-нибудь блондинистые лучше, а не розовые. А то я сразу на розовый поперла. Вот такая, я думаю, сюда подходит прическа. Ну да, мне, в принципе, нравится. Красиво, мне кажется. Нажимаем сохранить. Итак, сейчас я очень расстроена, потому что у меня снова проблемы с записью. Я просто не понимаю, как это все работает. И не записался главный момент. Момент, где сказали, что я победитель. И то, как я передавала свою победу. В принципе, вам придется поверить мне на слово, потому что вот стоит Саша. И это ей я передала свою победу. Сейчас на ней, кстати, крылья, которые она выиграла. Свою победу я передала ей, потому что мне очень нравилось, как она одевалась вообще на протяжении всех туров. Плюс ко всему, она по факту была на втором месте. И третья причина, почему я выбрала именно ее. У нее не было ни одной пары крыльев. А у наркотика и бани хотя бы по одной паре были. Ну, я думаю, что на этой чудесной ноте можно заканчивать это видео. Я очень рада, что Саша рада подарку. И я очень рада, что другие девочки не обиделись. Вообще, я считаю, что хороший получился конкурс красоты. Были очень интересные темы. Ведущие тоже молодец. То, что никого не обманула и выдала свой приз честно, несмотря на то, что я взяла и отдала свою победу. Ну и, конечно же, большое вам спасибо за просмотр. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!